В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Марина Назарова. Здравствуйте! В университете прошел второй форум иностранных студентов и выпускников Уралфест 2.0. Первый день форума Уралфест студенты приняли участие в ярмарке презентации, посвященной их деятельности в вузах. Выставка сопровождалась развлекательными конкурсами. После учащиеся выбирали организацию, которая им понравилась больше всего. На ярмарку приехали студенты из других городов, например, из Тюмени. Лично я получил колоссальный опыт, приехать в свой город, в свой вуз и добавить свои идеи и придумывать что-то новое. Именно поэтому я здесь. Соответственно, мне нравятся все организаторы данного фестиваля и вашего университета. Поэтому мы всегда рады. У меня чуть ли крылья не появляются, чтобы прилететь сюда к вам. Мы ежегодно ждем фестиваля. После выставки прошел круглый стол. Президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий выступил на нем как эксперт. Он объяснял, как эффективно взаимодействовать в вузу с иностранными студентами и выделил инициативу учащихся как главный критерий. Инициатива сегодня очень дорогого стоит. Если мы грамотно и качественно превратим эту инициативу в проекты, то эти люди могут горы свернуть. Им надо только дать возможность показать себя, на что они способны. И дать им вот эту вот возможность. В Юрку эту возможность дают. И мы видим здесь не только местных студентов, но уже студенты из других вузов подтягиваются сюда. И они тоже хотят показать себя, показать, на что они способны. Форум имеет большую команду. В нее входят СММ-менеджеры, кураторы групп, ответственные за мероприятия и модераторы. Всей командой управляет Валерия Чачина, руководитель форума «Оралфест-2.0». При переезде иностранные студенты часто испытывают трудности, психологический и языковой барьер, социально-культурные различия и неграмотно организованные программы адаптации. Для решения этих проблем в Южноуральском государственном университете второй раз проходит «Оралфест» – мероприятие, созданное для оптимизации процесса образования и адаптации иностранных студентов. Фестиваль объединил иностранных студентов из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Новокузнецка, Тройска, Миаса и других городов. Мы активно обсуждали, какие у нас есть проблемы общие в работе с иностранными студентами, обсуждали, как их можно решить, делились опытом, что мы делаем, как мы это делаем, насколько это продуктивно, насколько это эффективно. На закрытии участники вспомнили и обсудили мероприятия форума. Во время «Оралфест» прошли фестиваль культуры и ярмарка-презентация студенческих объединений. В рамках образовательной программы состоялись стратегическая сессия, мастер-классы и тренинги. На всех этих мероприятиях сформулировано множество идей и разработаны проекты, которые участники смогут воплотить в своих университетах. Настал самый грустный день форума. День прощальный. Все разъезжаются. Форум, как всегда, организован на высшем уровне. Мы получили колоссальный опыт, дополнили свои минусы в работе с иностранными студентами. Что-то от себя мы научили других в течение четырех дней форума. Тут в целом атмосфера приятная и полезная. На форуме обсуждались проблемы по трем направлениям – образование, адаптация и внеучебная деятельность. Все трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты, а также возможные варианты их решения, были закреплены в специально созданной резолюции. После ее оглашения представитель от каждого университета смог ее подписать. Резолюция второго уральского форума иностранных студентов и выпускников Уралфеста включает в себя все позиции, которые были оглашены во время работы по трем направлениям нашими участниками. То есть там освещены и проблемы, которые были выявлены, и те решения, которые были приняты. И эту резолюцию мы планируем направить в вузы, откуда ребята приехали. И для того, чтобы можно было ознакомиться руководству, что действительно здесь происходила такая работа методическая и есть реальные решения. Все ребята получили сертификаты участников, а также небольшие памятные подарки. Диктант Победы написали в ЮРГУ. Все желающие смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Ежегодная просветительская акция Диктант Победы прошла на нескольких площадках города Челябинска. Одной из них традиционно стал Южноуральский государственный университет. В этом году проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно было как в формате онлайн на официальном сайте, так и выбрав удобную площадку. Диктант проводится в целях повышения исторической грамотности и, как первоочередная задача, в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Я считаю, что это очень важно, потому что историю мы изменить не можем, и память о тех годах должна быть в наших сердцах. Свои баллы, свою оценку участники диктанта могут уточнить на сайте диктантпобеды.рф и там уже все узнать. Акцию проводят для повышения исторической грамотности населения в формате тестирования на 45 минут. Ограничений по возрасту не было, так что все желающие приняли участие в написании диктанта. На площадке Юргус соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Сегодня мы написали диктантпобеды, призванный привлечь внимание участников общественности к, я считаю, к одному из самых главных праздников нашей страны, а именно День Победы. Мало того, что я являюсь патриотом своей Родины, еще почему я решила принять участие, потому что я считаю, что каждый человек просто обязан знать историю своей страны. Уникальность, наверное, в том, что она охватывает всю нашу страну в целом, все регионы страны. Акция организована в рамках федерального проекта «Историческая память». Диктант традиционно проводится в преддверии праздника День Победы. Цель акции – не только повышение общего уровня знаний о Великой Отечественной войне, но и сохранение памяти о подвигах солдат, защищавших свою Родину и подаривших нам мирное небо над головой. Культурно-массовая комиссия отмечает свой юбилей 15 лет. Как прошел праздник, узнаете в нашем сюжете. Вот уже 15 лет Культурно-массовая комиссия организует досуг студентов. В честь своего дня рождения представители КМК устроили праздник. Это день рождения культурно-массовой комиссии. Культурно-массовая комиссия организовывает самые крупные мероприятия в Юргу, такие как студент года, мистер и мисс Юргу, посвят и многие другие. Все желающие приняли участие в различных конкурсах. Посвящение студентам, необыкновенное дефиле среди юношей и девушек, «Лучший танец» и другие. Все они были связаны с деятельностью комиссии. Я принимал участие в двух конкурсах. Первый – это был конкурс «Дефиле», а второй – конкурс на самую оригинальную причину опоздания. И в обоих конкурсах я победила, как ни странно. Это было очень весело, очень интересно и круто, что у нас в универе проходят такие мероприятия. Это помогает разнообразить студенческую жизнь. За участие в конкурсах студенты получали сертификаты и прохладительные напитки. В конце мероприятия организаторы сделали с конкурсантами общее фото. 7 мая на площади перед главным корпусом ЮРГУ состоится самый трогательный флешмоб – «Вальс Победы». О том, какие сюрпризы будут в этом году, узнаете в нашем сюжете. День Победы – один из главных праздников, который отмечают в Южноуральском государственном университете. По традиции на площади перед главным корпусом ЮРГУ проходит «Вальс Победы», посвященный подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Тот самый вальс, который танцевали в далеком 45-м наши бабушки и дедушки. Впервые участники будут танцевать под живую музыку. Обычно мы никогда не раскрываем наш сорт, держим его до последнего в тайне. Но в этом году, раз уж год у нас особенный, мы решили этот секрет открыть. Впервые за все годы участники «Вальс Победы» ЮРГУ будут танцевать под живую музыку, под живой вокал. Вместе с нами в этом году оркестр Челябинского высшего военного краснознаменного авиационного училища штурманов. И это будет, мне кажется, потрясающе. «Вальс Победы» пройдет уже в шестой раз. Для университета эта танцевальная акция стала доброй традицией. С каждым годом к трогательному флэшмобу присоединяются все больше. По словам организаторов, в этом году в «Победном вальсе» закружатся более 180 пар. Дорогие друзья, приходите посмотреть на нас, как мы будем танцевать, как будут танцевать все эти люди. Мы очень стараемся для вас, для себя и для всех. Я считаю, что это будет большое мероприятие, и на него должен сходить абсолютно каждый, жить и вольный человек. 7 мая в 13.00. Приходите посмотреть на нас, поболеть за нас, отдать дань нашим дорогим ветеранам. Мы будем очень рады вас видеть на площади Юргу. Почтим память тех людей. 7 мая. В 13.00. Мы закружим в вальсе всю площадь. Нас почти 200 пар. Но еще больше мы хотим видеть зрителей, для которых мы сможем танцевать. Для каждого из ребят безумно важно почувствовать поддержку. Ведь не стоит забывать, что это не профессиональные танцоры. За моей спиной готовятся не профессиональные артисты, театры, сцены. Для большинства из них это вообще первое выступление в жизни. И это тот день, когда нам максимально важно действительно объединиться и загружиться в вальсе вместе со зрителями, вместе с участниками. Мы ждем каждого. Мы будем рады видеть ваши глаза, ваши улыбки и даже, наверное, ваши слезы, так как плачем и мы, и зрители каждый год. Поэтому мы ждем каждого из вас. Приходите сами, приводите своих друзей. Мы будем безумно рады каждому. Акция «Вальс Победы» состоится 7 мая в 13.00 на площади перед главным учебным корпусом ЮРГУ. Всю необходимую информацию можно найти в официальной группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте. В этом году впервые партнером «Вальса Победы» стал фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 До Дня Победы, Великого Праздника нашей страны, осталось немного времени. Совсем скоро мы все будем праздновать 76-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. А что для вас значит 9 мая? 9 мая – это праздник, который пришел нам через боль, страдания, людей, которые сражались за нашу Родину. Я действительно плачу, потому что это великое достижение и великая победа. Прадедушки и дедушки воевали и отстаивали честь нашей страны, поэтому я считаю, мы должны в этот день почтить их память. Дима и для меня – это символ того, что все может быть гораздо хуже, чем мы сейчас живем. Люди должны сохранять мир и помнить о великих подвигах нашего народа. Традиционно в праздновании Дня Победы примут участие студенты и сотрудники ЮРГУ. 7 мая пройдет торжественное построение военного учебного центра и возложение венков к Вечному огню. А после на площади перед главным корпусом более 180 пар станцует вальс Победы. 9 мая представители ЮРГУ возложат венки к Вечному огню, а слушатели военного учебного центра пройдут в параде на площади Революции. В ЮРГУ состоялась международная конференция «Труд во имя Победы», приуроченная к празднованию победы в Великой Отечественной войне. На ней презентовали сборник статей «Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Он создавался общими усилиями историков России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Это коллаборация международная, это коллаборация научная. Я бы так сказал, что это еще коллаборация патриотическая. У нас был первый вариант, когда мы год назад готовили сборник трудов. Это были исторические работы относительно вклада в победу бывших советских республик и Урала. И у нас уже была некоторая общность интересов. И сегодня мы увидели выступления консулов, которые гордились тем, как их республики, а сегодня это центрально-азиатские страны, участвовали в войне и какой-то вклад они внесли. В сборнике были затронуты вопросы трудового подвига жителей Советского Союза как в Челябинской области и Уральских регионах, так и в Средней и Центральной Азии. Это серьезный научный труд, потому что в военные годы не думали о фиксации большинства фактов. Было важно давать как можно больше продукции, как можно больше вооружения. И все было для победы. Поэтому долг наших, нас как предков победителей, конечно же, изучить, конечно же, осознать и передать будущим поколениям понимание масштаба с одной стороны и трагедии Великой Отечественной войны, с другой стороны и уровень, и масштаб подвига наших дедов, наших прадедов. Соответственно, каждый год ставят новую-новую пелену завесы времени перед теми фактами и нами, которые необходимы для создания полноценных докладов, выпуска полноценных изданий. Выступающие подчеркнули значимость проведенной конференции для каждой союзной республики, потому что каждая из них внесла свой вклад в победу. Представленный сборник статей создан, чтобы сохранить историческую память и правду. Я думаю, что эта конференция действительно имеет реальную значимость для всех участников этой конференции, в том числе для представителей Таджикистана, ибо она посвящена одной из важнейших славных страниц общей советской истории народов бывшего Советского Союза. В итоге, к сожалению, мы наблюдаем очень печальный процесс, когда некоторые известные круги за пределами Содружества независимых государств пытаются переизначить или фальсифицировать многие страницы Второй мировой войны, истории Великой Отечественной войны, принизить ратную и трудобую роль народов бывшего Советского Союза в достижении этой великой победы. В этих условиях мы должны вместе, сообща, сохранять, восстанавливать историческую правду, историческую память, основанные на реальных фактах и свидетельствах. Только так, путем опубликования, изучения, исследования и распространения реальных точных фактов и свидетельств о Великой Отечественной войне мы можем сохранить эту память и передавать из поколения в поколение. Создание сборника трудов не только увековечило память о войне, но и послужило дальнейшему участию Южно-Уральского государственного университета в международном сотрудничестве. А сейчас у нас, во-первых, укрепились связи. Вот сегодня выступали три консула на пленарном заседании нашей конференции. И мы со всеми обсуждаем дальнейшее наше развитие с точки зрения других тем. В частности, с Узбекистаном мы говорим о том, чтобы металлургическая наука, подготовка инженеров-металлургов была организована с участием нашего университета, потому что наш ВУЗ в этом плане является одним из лучших в нашей стране. Участники конференции также отметили, что пособия можно использовать и для самостоятельной работы. Это облегчит задачу трудовым мигрантам, которые желают ближе познакомиться с историей России. Друзья, напоминаем вам, что в Юргу действует обязательный масочный режим. Просим носить вас средства индивидуальной защиты при передвижении по корпусам и в аудиториях. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok